Здравствуйте! Меня зовут Долганина Ольга Андреевна, и я клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт. И сегодня мы с вами поговорим про эйджизм. Что такое эйджизм? Эйджизм или возрастная дискриминация – это предубеждения против людей на основе их возраста. Чаще всего такие убеждения могут касаться пожилых людей, но невероятно часто направлены и на молодежь. Например, такие предубеждения могут звучать как «Если ты старый, значит ты слабый», «О, тебе уже 50 лет, у тебя явно уже осталось немного времени», «Войти тебе совершенно нет места», «Ты еще очень молод и неопытен», «Тебе точно нельзя доверить руководящий пост или важное задание». Все это является эйджизмом. В рамках работы это может проявляться в нежелании нанимать сотрудников определенного возраста или обучать и вовсе тратить на них время. Социальные аспекты эйджизма включают негативные предрассудки относительно потенциала человека и как будто бы человек обусловлен исключительно своим возрастом. Эйджизм – это только про негативные убеждения? Нет. На самом деле могут быть и позитивные стереотипы. Например, привычка думать, что все пожилые люди мудрые и точно знают, как жить. Это пример позитивной оценки. Но важно помнить, что даже позитивный стереотип – это тоже стереотип. Почему люди унижают других за возраст? И первая причина – это то, что человеческому мышлению свойственно думать в рамках стереотипов. Так жизнь становится действительно более определенной и понятной. Нам проще думать, что пожилые люди более мудрые, а молодые люди более легкие на подъем. Второе объяснение – это нехватка понимания и эмпатии. Люди часто не понимают, что возраст – это исключительно цифра, и не более. И что пожилые люди могут быть очень энергичными, а молодые люди – крайне рассудительными и взвешенными. И третье объяснение – это культурные установки. Действительно, во многих обществах молодость ассоциируется с инновацией, энергичностью и способностью решать большое количество дел. Но, с другой стороны, с безрассудством и безответственностью. Старость же воспринимается как упадок и стагнация. Именно эти убеждения создают общественное мнение, которое, в свою очередь, выливается в подобные стереотипы.